Очень радушный, как всегда, гостеприимный переем. На самом деле, да, вы правы, у нас очень такая интересная ситуация сегодня в Армении. И в нашем понимании цифровая трансформация – это не только шаг к какому-то технологическому процессу, а это единственный шанс в кратчайшие сроки стать государством с эффективным управлением экономики. То есть здесь альтернативы нет. Какая сегодня у нас ситуация? Как вы обозначили, мы в IT имеем достаточно интересный ежегодный прирост. В прошлом году мы сейчас подводим итоги, он будет порядка 28-30. В последние годы мы наблюдаем 25% прироста. Кроме этого, я бы хотел поделиться также с ситуацией в общеобразовательных системе. Мы практически во всех школах сегодня преподаем шахматы. Шахматы – это обязательный предмет преподавания. Даже в самых дальних расположенных населенных пунктах у нас идет преподавание робототехники, IT. Мы в этом году начали преподавание бизнес и финансы, пока систему вырабатываем. IT сильно развивается. Хотел бы также поделиться с коллегами о центре креактивных технологий ТУМО, который в позапрошлом году, если не ошибаюсь, был признан лучшей общеобразовательной системой. Мы сейчас этот центр распространяем как внутри страны, так и в ней. И в частности, буквально на днях Мерия Парижа попросила о том, чтобы этот ТУМО был расположен там. Цифровая повестка. Что мы предполагаем, это ускоренное продвижение по шести стратегическим направлениям цифровой трансформации. Это цифрового правительства, цифровые навыки, инфраструктура, кибербезопасность, частный сектор и институциональные основы. Мы в прошлом году создали фонд «Цифровая Армения», проработали программу развития до 2030 года и обозначили для себя пару критериев, чего мы хотим достичь. Я, чтобы не очень много времени у вас отнять, обозначу это. Согласно этому документу, в 2030 году мы намерены достичь 100% показателя по линии услуг государства «Бизнес» и 80% показателя цифрового взаимодействия по линии услуг государства и граждан. Вот вкратце так. Продолжение следует...